Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская, я живу в Барселоне, и сегодня прямой эфир на тему, с чего начать начинающему психологу. Даже если вы не начинающий психолог, то в любом случае вам будет полезен этот прямой эфир. Почему? Потому что, если вы пришли в онлайн-пространство и не знаете, с чего начать, если вы даже опытный психолог, но работаете в основном в онлайне, то есть вживую с клиентами, и вы пришли в инстаграм, например, либо в фейсбук, неважно куда, но в данном случае в инстаграм. Если вы пришли в инстаграм и не понимаете, с чего начать, то этот прямой эфир точно для вас. Расскажу все сейчас по шагам. Ну, расскажу, конечно, основные шаги, потому что все-все-все подробно я рассказываю в клубе. У нас в Барселоне очень жарко просто вообще. Мы прям вот без кондиционера практически не можем. Собачка весь день лежит. Так, смотрите, у нас есть две книги. «Богатый психолог», «Богатый психолог». Эта серия как «20 способов найти новых клиентов». Собирала всю жизнь, мало того, нарисовала там еще и картинки к каждому способу, поэтому всем участникам клуба «Богатых психологов», кто покупает годовую программу, мы эти книги отправляем. Где бы вы ни находились, уже отправляли в Швейцарию, отправляли в Нью-Йорк, поэтому вот эти книги я прям очень рекомендую. Неважно, опытный вы психолог, неопытный психолог. «20 способов найти новых клиентов». Рассказываю абсолютно все, вообще все, вот как их найти, где их найти, этих клиентов. И здесь 58 ошибок на старте частной онлайн-практики. Я собрала эти ошибки за 7 лет работы с психологами. Сейчас уже 8-й год пошел, можно уже книгу дополнять, потому что это основные, конечно же. Все книги отправляются с автографом, с моим пожеланием, с вопросами, поэтому все книги мы вам отправим, когда вы купите годовой пакет. Годовой пакет у нас в клубе, помните, стоит всего 50 тысяч рублей. Мы опять придумали какое-то новшество, какое, пока не скажу. Мы пока разрабатываем, как его внедрить для того, чтобы улучшить результаты участников. Итак, с чего начать начинающему психологу? Спасибо огромное за сердечки, потому что я люблю, когда вот эти вот сердечки тут выдвигаются. Смотрите, я 8 лет назад написала вот эту книгу. Эта книга, ее уже нет ни в продаже, нигде нет. Видите, она вся исписанная, с закладочками, с какими-то пометочками. Как психолог зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, занимаясь любимым делом? 8 лет назад 100 тысяч, это в принципе была нормальная сумма такая. И здесь я прям рассказывала вот по шагам. Я в августе начну сейчас опять всю систему описывать в новой книге, уже в новом издании. И будет третья книга для психологов выпущена. Я надеюсь, что я тоже включу ее в годовой пакет и буду всем отправлять, у кого годовой пакет. Итак, с чего начать? Фокусировка на цели. Я сама до сих пор открываю и все время смотрю. Фокусировка на цели. То есть вы сначала спрашиваете себя, чего я хочу, чего вы хотите как психолог, с какой нишей вы хотите работать, с какими клиентами вы хотите работать. Либо вы хотите работать со взрослыми людьми, с детьми, с какими детьми, с какого возраста детьми, со взрослыми какого возраста, кто ваш клиент. Ну то есть вы подробно-подробно отвечаете на все-все-все вопросы, чего я хочу как психолог. Вот как психолог, ну и как человек можно тоже загадывать все желания. Я волшебная женщина, поэтому в клубе у нас там все исполняется. Итак, чего я хочу на одной чаше весов? Всегда на одной чаше весов лежит такое, чего я хочу. На второй чаше весов стоит, чего хочет мой клиент, чего он хочет. И мы вот с этими весами все время живем и наблюдаем. Обязательно наблюдаем, чтобы никакая чаша весов не перевесила. Если у вас перевесит то, чего вы хотите, но вы не будете учитывать интересы клиента, то у вас, к сожалению, их практически не будет, либо будет очень-очень мало. Если вы будете учитывать то, чего хочет клиент, и будете идти за интересами рынка, но не учтете то, чего хотите вы, то, соответственно, у вас наступит вот это вот самое выгорание, там депрессия, апатия, нежелание ничего делать. Поэтому всегда наблюдайте за тем, чтобы ваши весы были в равновесии. Итак, первое, еще раз, определитесь то, чего вы хотите, прям нарисуйте эту картинку будущего. Я помню, как я несколько лет назад, когда еще работала в офисе финансовым директором, написала, что я хочу свой тренинг-центр, как он будет выглядеть, сколько там будет людей, какие люди будут туда приходить. Я расписала все вообще, всю концепцию тренинг-центра, и когда я уволилась с работы, я создала тренинг-центр «Солнце внутри». Он до сих пор существует, потому что я его потом продала через полтора года. У меня было порядка 25 тренеров, огромное количество тренингов, мы все это описывали на сайте, и работали в центре Москвы на Цветном бульваре, и арендовали помещение под разные мероприятия еще. И вот это была моя мечта. Я всего лишь ее описала один раз, и я вообще всем рекомендую как можно чаще записывать свои желания. Где моя тетрадка? Вот, сейчас покажу. У меня есть тетрадка, в которой я записываю тысячу желаний. Тысячу, тысячу. Представляете, вот она достаточно такая толстая, и там много всего написано. И я пишу туда свои тысячу желаний. Они практически все исполняются, 80%. Те 20%, которые не исполняются, значит, они не так существенны. Поэтому записывайте все ваши желания в ваши тетрадочки волшебные, и когда-то, рано или поздно, они исполнятся. Это очень интересно работает, потому что, когда я изучала в МГУ психофизиологию и изучала центральную нервную систему, я удивилась, что Лурия, есть такой учебник, прям Лурия, рассказал, как это работает на уровне клетки. Ну, то есть у меня уже был тренинг про исполнение желаний. Я уже знала, как там что вести и как там что работать. Но когда я пришла учиться в МГУ, я прям поняла механизм, как это работает. То есть даже на уровне клетки, когда вы написали, именно написали, прям волшебным образом. Вот написали что-то в тетрадь, написали что-то в блокнот, у вас начинают включаться на уровне клетки процессы. Можете себе представить? То есть вы запускаете весь механизм, просто вот написав что-то. Естественно, нужно делать какие-то шаги. То есть не просто написали и лежите на диване, смотрите сериалы и там, я не знаю, кушаете. Ну, что сейчас модно кушать? Чипсы, наверное, или фрукты. Не важно, что вы кушаете, важно, чтобы вы не лежали на диване. Но я не уверена, что вообще у моих подписчиков кто-то там лежит на диване. Я уверена, что все мои 5000 человек, которые сейчас на меня подписаны и большая часть, я надеюсь, прослушают этот прямой эфир. Я уверена, что среди вас большое количество людей, которые трудятся, которые очень много всего делают. Просто делают, может быть, не совсем системно и, может быть, не всегда знают, что делать или с чего начать. Итак, еще раз повторюсь, первый шаг написали, чего хотите вы. Дальше вы переключаетесь на клиента, вы описываете образ целевой аудитории, чего хочет клиент, что это за человек, кто это такой вообще. Я помню, как на первом моем потоке, на первом моем потоке девчонки описывали курс, описывали образ целевой аудитории. И потом мы записали видеокурс как раз самый-самый первый, тоже вот 8 лет назад, как раз когда вот эта книга была написана потом. Мы записали этот видеокурс, и на первом потоке девочка приходит и говорит, Ира, ты представить себе не можешь. Я описала вот этого клиента, я его выдумала из головы. Хотя она психологом работала, и она уже знала, что я психология клиента. Она говорит, пришел точно такой. Как мог прийти точно такой же клиент, которого я описывала? Она говорит, ну это вообще чудо какое-то. Это просто вот чудо-чудо. И очень часто вот у нас в клубе, у моих клиентов, неважно, я слышу одну и ту же фразу. Ира, как такое работает, что я описала образ целевой аудитории, и ко мне пришел именно этот человек? Ну, я еще раз отношу это к вполне естественным объяснимым механизмам. То есть, когда вы описываете образ целевой аудитории, вы выбираете его боли, его запросы, его проблемы, то, о чем думает человек. То есть, вы в него погружаетесь, вы прям понимаете, о чем думает человек, от что его беспокоит. Опять же, я вспоминаю, у меня девушка тоже одна, года три назад, наверное, да, она на курс тоже записалась, такая приходит и говорит, Ирина, я после нашей встречи начала смотреть на людей в метро и стала задумываться, о чем они думают. Она говорит, я впервые в жизни, можешь себе поверить, говорит, я вот училась в институте, училась на курсах, я впервые в жизни вдруг посмотрела на людей и стала задумываться, а о чем они думают, а что их волнует, а с чем они просыпаются, с каким вопросом они просыпаются, что их волнует. Ну, то есть, понимаете, вы вникаете прям в образ клиента настолько сильно, настолько в него погружаетесь, что вы начинаете задумываться, а что его беспокоит. И вы начинаете писать теми словами, про которые говорит клиент. Вы начинаете, там, я не знаю, подбирать какие-то статьи, вот то, чтобы решить его боли. Вы начинаете сами что-то придумывать, либо делать какие-то прямые эфиры, делать какие-то видео, для того, чтобы вникнуть в клиента, в его мир, войти и помочь ему оттуда уже больше изнутри. И только тогда он вас услышит. Понимаете, вот сегодня, да, тоже приходила участница клуба, у нас 15-минутные консультации индивидуальные, каждый месяц со всеми участниками клуба есть. И сегодня приходила участница, я спрашиваю, я говорю, она принесла инстаграм на разбор. Я говорю, хорошо, какой образ целевой аудитории? Она говорит, ну, я забыла, я писала в первом месяце, уже забыла. Ну, приблизительно, говорит, вот тот, вот тот, вот тот. Я говорю, хорошо, какие боли, какие запросы? Ну, кажется, вот такая боль, кажется, вот такая боль. Нет, это неправильно. Вы не можете сказать, вам кажется, что вот такая боль или вот такой запрос. Вы должны наизусть знать все их боли, все их запросы языком, которым они спрашивают. Ну, то есть вот прям от и до язык, которым они говорят. Для этого, конечно, есть Яндекс.Вордстат вам в помощь и ваши записи с ваших бесплатных консультаций. Потому что мы работаем по модели бесплатных консультаций. Все продажи у нас осуществляются на бесплатных консультациях. Хотя у нас будет 13 модуль в клубе, который я уже начала записывать сейчас. И вот запишу в конце июля, даже в середине июля, я надеюсь, что я его закончу. И там уже я буду... Он такой секретный, мне директор сказал, что не выдавая секрет, поэтому он сказал, Ирина, не выдавай секрет, поэтому я не могу выдать вам этот секретный модуль. Но он будет специально для того, чтобы вы продавали не только на бесплатных консультациях, но еще и другими способами. На самом деле, вот мы закончили уже записывать восьмой модуль, модуль продажи. Это просто какой-то вот, я не знаю, бомбический модуль получился. У нас там есть 31 триггер. Который включает человека на покупку. 31 триггер, можете себе представить. Я сама, когда читала этот документ, я такая, о боже, о боже, 31 триггер. Это вообще... И там с примерами, и там все-все-все так подробно разобрано. Мы его отформатировали, мы его сделали красивым. Я специально все сама там выбрала, все подчистила, все лишнее убрала. Ну, то есть, 31 триггер от известного американского копирайтера. Не скажу, какая фамилия. Если придете в клуб, тогда скажу, какая фамилия, и кто это, и что это за известный копирайтер. И рекомендую, конечно же, его книгу. Но мы специально его для вас выбрали. Ни в одном, ни в одном тренинге, ни в одном интенсиве, ни в одном курсе не дают столько материала, сколько я даю в этом клубе. Ни в одном. Я точно знаю, потому что за 8 лет работы с психологами, с коучами, со стилистами, с HR-ами, с кем я еще работала? С фотографиями, даже с массажистами. Я работала даже с массажистами и с астрологами. За 8 лет работы... Интрига так, да? За 8 лет, однако... Ну, Владимир, все, кто в клубе, я всем скажу, конечно. Всем в клубе, все, кто уже в клубе, всем скажу. Но все, кто еще не вступил в клуб, пусть будет любопытно, и пусть люди подписываются, вступают. Читайте, конечно, больше подписывайтесь. Смотрите YouTube. Я знаю точно, что многие начинающие психологи очень много смотрят мой YouTube, и потихонечку-потихонечку у них выстраивается картина, как? Как вообще построить всю систему работы с клиентом? Еще я знаю, что очень многие начинающие психологи боятся. Или боятся даже те, кто приходит в онлайн-пространство. Боятся снимать видео, боятся писать статьи, боятся начинать работать с клиентом, потому что боятся, что они ему не могут помочь. Я ищу то, в чем вы являетесь экспертом, и помогу вам найти свою нишу. Прямо уже в процессе базового модуля, там, я не знаю, на втором, на третьем месяце вы точно найдете свою нишу, и уже начнете что-то делать. Но еще раз, у нас новшество, я надеюсь, что мы его вот с июля месяца введем, для того, чтобы как можно больше участников выходили на результат, 100 тысяч рублей или больше. И хочется больше кейсов, потому что я понимаю, что людям нужна не только информация и даже те практические упражнения, которые я даю, а людям очень важно прям результат получить. И понятно, что многие говорят, что вау, твой клуб, это трансформация, и кто-то зарабатывает 60 тысяч рублей, кто-то 100, кто-то 130 тысяч рублей. Но я хочу, чтобы как можно большее количество людей, которые записались, прям, ну, почувствовали, что зарабатывать 100 тысяч – это очень легко. 100 тысяч – это очень легко, прям вот, ну, очень легко. И мы внушаем это вот прям каждый день, я не знаю, там, танцуем танец денег, и я рассказываю про это много очень, что 100 тысяч – это легко. Чтобы вы привыкли к этой сумме, чтобы ваше сознание и бессознательное тоже привыкло к этой сумме. Даже если вы начинающий психолог. Так, собачка, хочется мячик играть. Даже если вы начинающий психолог, даже если вы еще не знаете, как работать с клиентами, вы можете уже начинать потихонечку работать. То есть вы можете уже начинать принимать, даже за какую-то минимальную цену. Я знаю, что у меня студенты, которые вообще вот только-только институт закончили, и у них вообще еще ни разу психологов, ой, клиентов не было, они ставят цену за 10 встреч 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей вам нужно всего 3,5 человека для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей. 30 тысяч рублей вы работаете с человеком 3 месяца, ну, включительно. Возможно, там еще какой-нибудь марафон там проведете, мини-марафон, и все. Все, кто покупает год материалы, все записанные материалы открываются сразу. У нас там есть огромный модуль интенсив по ведению. У меня студентка есть, которая закончила тоже психологический факультет, экзамены сдала, пришла на этот интенсив и говорит, Ирина, я вот за время этого интенсива за 5 дней узнала гораздо больше, как работать с клиентом, чем за 5 лет учебы в институте. Поэтому все техники я даю. Ну, то есть прям конкретно, что делать с клиентом. Вот он пришел, что с ним делать? Вот сейчас у нас в июле будет записан модуль по ведению клиентов. Там тоже прям вот пошагово все-все дам, пошагово распишу еще, как программу составлять, пошагово распишу, как принимать клиента. Ну, то есть вот все будет записано уже в июле, и вы будете прям сразу получать еще модуль ведения. Ну, то есть у нас вообще в клубе 13 модулей сейчас в годовой программе, и уже 6 интенсивов. Шесть, мы уже провели шесть. Мало того, у нас для всех участников клуба будет в июле интенсив по средствам массовой информации, то есть по телевидению, газетам, журналам, радио. Будет выступать продюсер Первого канала, который работает с Максимом Галкиным, не знаю, там еще с какими-то звездами. Я видела, что у нее есть фотографии с елкой, еще с какими-то известными людьми, я их просто не всех знаю, потому что я телевизор не смотрю. Но, тем не менее, если вы хотите попасть в телевизор, вот, то для участников клуба у нас там цена либо 50%, если вы помесячно оплачиваете, либо 70% скидка для тех, кто уже год оплатил. 70% скидка, это вообще там получается 3000 рублей. И у вас вот этот пятидневный интенсив от продюсера Первого канала и от известного стилиста из Прибалтики, я не помню откуда, из Вильнюса, по-моему, она, Натали Раткевича. И она расскажет как раз про внешний вид, про стиль, как подбирать одежду, вообще, как выглядеть, что подбирать для фотосессий. Ну, то есть она на это внимание обратит, больше на самопрезентацию, вот, и расскажет еще про карты стиля. Ну, то есть это тоже такой дополнительный инструмент, очень интересный, как себя видит женщина, она в основном работает с женщинами, вот, как себя видит женщина и как, вот, я не знаю, кстати, есть у нее для мужчин карты или нет, надо спросить. Потому что к нам начали записываться активно очень мужчины, поэтому мужчины приходят на консультации, мужчины очень хорошо работают с психологами, у них хорошо собирается аудитория, поэтому мужчинам тоже клево. Задавайте вопросы, если вы начинающий психолог, задавайте больше вопросов. Многие психологи прямо спрашивают, с чего начать? Я вам сказала, садитесь, прописывайте, чего хотите, дальше прописывайте, чего хочет ваш клиент. У вас наверняка есть чек-лист по вопросам, вот, по портрету аватара, как его написать, что написать в этом портрете аватара. Если вы напишите нам в директ, мы вам пришлем чек-лист по, с вопросами по описанию аватара. Аватар это как раз и есть ваша целевая аудитория, аватар это ваш идеальный клиент. На самом деле, конечно, не идеальный клиент, но, условно говоря, мы все равно работаем на него. Вот после того, как вы описали образ аватара, вы его распечатали, рядышком с собой положили и прям смотрите на него. Еще раз, вы знаете ваши мечты и желания, вы знаете мечты и желания клиента, вы знаете его страхи, его проблемы. У вас вообще никогда проблем не будет с тем, чтобы найти клиентов, потому что вы знаете, чего хочет клиент, и вы знаете, чем ему помочь. И вы говорите про это на его языке. Если вы говорите на его языке, он вас слышит. Если вы говорите на высокопарном каком-то языке психологов, либо на очень каких-то вот общих таких терминах, гармоничная жизнь, там, не знаю, счастливое будущее, если вы хотите счастья, если вы хотите, чтобы вам было хорошо, то, к сожалению, никто не запишется. Нужно очень точечно прям говорить про то, что если вы хотите спускаться в метро, и чтобы вас никогда больше не охватывали панические атаки, напишите, запишитесь на бесплатную консультацию. Вот это очень четко и вот это очень понятно. Если вы хотите встретить девушку вашей мечты, то напишите девушку вашей мечты, то это тоже слишком общее. Но если вы хотите встретить девушку, которая вам нравится, которая вам понравится, и вы с ней уже поедете, не знаю, там, через два месяца отдыхать на море, вот это более конкретно. Вот это уже более конкретно. Здесь мы добавляем визуальности, добавляем картинки, и вот этому всему тоже я учу в клубе. Потому что я могу рассказать вообще всю систему, всю, абсолютно. Мало того, все системы есть в книжках, и они уже описаны во многих, не знаю, там, программах, они плюс-минус одинаковые. Но детали и тонкости может дать только специалист детали, тонкости, какие-то конкретные действия, направить уже на конкретные действия, что делать. Про это вот все может только, ну, действительно, специалист, который прошел сам этот путь. Вы можете найти такого человека и записаться к нему в коучинг, и пройти с ним этот коучинг, пройти с ним этот путь. Либо записаться к нам в клуб, и точно так же вы тоже можете пройти этот путь вместе со мной и вместе с коллегами. Потому что у нас в чате очень-очень теплая, поддерживающая атмосфера. Я запрещаю кого-то критиковать, у нас в чате нельзя вообще, просто нельзя, запрещено критиковать. Поэтому люди вывешивают свои первые видео, которые они снимают. Они вывешивают свои первые какие-то вебинары, там, не знаю, прямые эфиры, либо первые посты. И вот набираются смелости и публикуют свои первые посты. Вы знаете, это настолько трогательно, потому что в этот момент они такие, знаете, очень трогательные и ранимые. И их нельзя, ни в коем случае им сказать нельзя, что, ой, у вас видео, вот знаете, вот надо свет получше поставить, а вот здесь вы говорите какую-то ерунду, а вот здесь вот то. Вообще нельзя такого говорить. Ни в коем случае нельзя критиковать людей, особенно на старте. Я помню, когда я начала рисовать картины, первые два года моя художница говорила, я с художницей занималась, я рисую пастелью. Сейчас вот начала рисовать скетч-ноутинг специальными ручками и маркерами. И моя художница говорила, Ирина, запрещай критиковать свои картины первые два года. Вот первые два года, пока ты учишься рисовать, запрещай критиковать вообще кому-либо. Неважно, родители, друзья, знакомые, вообще неважно. То есть запрещай себя критиковать. Вам нельзя себя критиковать, и вам нельзя, чтобы кто-то другой вас критиковал, особенно если вы на старте частной практики. Ну, то есть запрещено критиковать кому-либо, потому что иначе вы откажетесь и не будете делать. Особенно если у вас нет хорошей такой группы поддержки, кто вас поддерживает и говорит, вы прекрасны, у вас все получится, ты супер, ты огонь, ты классно все делаешь. Если у вас нет рядом таких людей, то просто вот закрывайте все контакты. Любой человек, который вам говорит критику, даже если она конструктивная, вы их закрываете, прекращаете с ними общаться, баните и так далее. Я помню, как я второй или третий год, я сначала всех слушала, отвечала, внимательно, знаете, как понимающий психолог, там всем хейтерам что-то говорила. А потом, знаете, я научилась вообще, я всех банить стала, даже включая знакомых. Даже однажды я сказала маме, которая прочитала мою статью какую-то очередную и сказала, Ира, ну как ты могла про такое написать? Ты можешь убрать этот пост? Я говорю, мама, я тебя забаню, если ты еще раз мне скажешь, что я-то что-то не то написала в своем личном аккаунте, то я тебя забаню. Моя мама была в шоке. После этого она мне никогда ничего не говорила про мои статьи, которые я пишу. Вот спрашивает Кристина, Если не критика, а как помощь, направить быстрее в правильное русло, чтобы человек быстрее продвигался. Без запроса, нет, не работаем. Только если человек попросил вашей помощи, вашего совета и сказал, слушай, вот можешь раскритиковать меня. Но даже в этом случае любая критика действует деструктивно. Я как психолог, опять же, рекомендую вам всем прочитать книгу «Не ручите на собаку» Кэрен Прайер. Я прочитала ее на первом курсе МГУ. Нам порекомендовали ее на курсе «Зоопсихология». Но нам сразу сказали, что эта книга «Не ручите на собаку» Кэрен Прайер не только про собак, лошадей и животных, про которых там рассказывается. Это книга про позитивное подкрепление. Я ни разу не ударила свою собаку. Вот сейчас ей уже 10 месяцев. Она гуляет по улице без поводка. Она никуда не уходит. Она всегда возвращается. Она не писает никак и дома уже месяца три, наверное. И она ничего не грызет дома. Хотя эта собака очень активная. Это Джек Рассел. Я не знаю, вы видели или нет. Могу показать. Она вот здесь лежит и ждет меня, пока мы пойдем с ней гулять. Да, моя собаченька. Моя собачья такая, роза эта, господи. Спит такая девочка, спит, коти, да, маленькая. В общем, эта собака полна любви и понятия не имеет, что такое бить собаку. И ей не нужна критика совершенно. Она понимает очень хорошо положительный метод подкрепления. Рисование будет хобби. Вы знаете, потом рисование может быть частью вашей профессии в том числе. Я помню, как из одного психолога, которая училась рисовать, я помогла ей стать еще арт-терапевтом. И она использовала арт-терапию и рисование сразу. Она прям группа по рисованию и арт-терапии сразу устраивала. И потом сделала еще выездные тренинги. Учиться я хочу по одину психолога. Второе образование получать. Супер, потому что и рисовать, и быть психологом одновременно, это очень-очень, прям, я считаю, что дополнительные инструменты практически открывать. Вообще, любой ваш талант вы можете совместить с профессией психолога. У нас на курсе есть девушка Юля. Она делает кукол. И она говорит, ну, вроде как, это мое хобби. Ну, вроде как, вот, я не знаю даже, как их совместить. И мы с ней нашли способ, как она может совмещать. Ну, то есть, они делают куклы в живую, когда люди приходят, прямо собираются и делают кукол. Женщины руками там собирают из тряпочек, там что-то шьют, там завязывают веревочками, ниточками и делают вот этих кукол. И вы знаете, вот это все можно совместить с терапевтическим процессом. Ну, то есть, это будет не просто делание кукол, а это будет прям терапевтический процесс, направленный на изучение себя, на понимание себя, почему именно это цвет, а почему именно это веревочка, почему именно это кукла, а почему именно такая. А вот как, и можно устраивать тот же самый шеринг в группе. Ну, то есть, это тоже может стать терапевтическим процессом. Любой процесс, который вы делаете, в котором вы хорошо разбираетесь, я зарабатывала рисованием в декрете. Вот, видите? Ну, то есть вы прям действительно можете это сделать частью вашей профессии психолога. Потому что, еще раз говорю, вот у меня прям был опыт, я работала с девушкой, она сначала выучилась на психолога, но ей очень нравилось рисовать. Потом она пошла выучилась на рисование, но ей хотелось прям вести, да, ей хотелось вести прям вот эти группы. И она сначала собирала людей, и просто они с ними там рисовали, я не знаю, там маки какие-то, там здания, еще что-то. А потом мы с ней, когда начали работать, она стала совмещать и арт-терапию, и рисование вместе. И начала собирать вот эти вот прям арт-терапевтические такие группы. И после этого, я говорю, у нее очень-очень хорошо пошло, она даже стала выездные тренинги делать. По-моему, она делала где-то в Сербии, в Грузии, еще куда-то возила людей. Вот, ну то есть прям, ну, родилось вот такой вот симбиоз. Родился симбиоз, поэтому вы точно так же можете что-то придумать, совместить и подумать, как уже вы можете начать собирать людей. Даже если вы еще учитесь, даже если вы студент, и вы еще не начинаете работать с клиентами, неважно, вы можете уже начать собирать людей в ваш инстаграм, привлекать людей в ваш инстаграм, писать какие-то статьи. Я помню, когда я училась в МГУ, было огромное количество знаний, я тогда вела ЖЖ, и я делилась в ЖЖ с людьми, я писала все, что мы изучали. Мне хотелось делиться со всем миром. Я думала, боже, ну это же открытие, посмотрите, ну это же вот как, ну как, ну как там у кошки, вот представляете, у меня там внутри вот этот мозг, центральная нервная система, у нее вот такая штучка, вот такая. А вот какой опыт провели интересный, как психология восприятия работает, а как психология памяти работает. Ну то есть я прям делилась, 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 я писала тогда в ЖЖ вообще все на свете. И люди читали, люди подписывались. Ну понятно, что я тогда не привлекала клиентов. Ну когда я написала первый раз, вот уже на теплую базу, когда они меня читали, 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 когда я первый раз написала, «Ребята, я ищу подростков, знакомых-знакомых, я не могу взять друзей, но я могу взять знакомых-знакомых, мне нужно 10 подростков». Мне накидали 20 подростков, и я с ними работала, понимаете? Ну то есть, потому что люди читают, люди становятся вашими подписчиками, они интересуются психологией. И даже если вы не выбрали пока что направление, не выбрали нишу и специализацию, ничего страшного, пишите хотя бы просто статьи, если вы вообще студент. Но и люди будут подписываться, люди будут читать, я не знаю, там как журнал «Психологист», что-то полезное. Особенно если вы пишете более простым языком, не психологическим языком. Я стесняюсь писать личное, боюсь критики и осуждения своей открытости, тем более нет образования. Смотрите, я тоже не особенно пишу много про личное, потому что я считаю, что личную жизнь не обязательно психологу все обнародовать, потому что все-таки есть некий образ психолога, и мы не должны быть друзьями с нашими клиентами. Ну то есть, как только клиент ко мне приходит, я сразу говорю, ты знаешь, вот все супер, мы с тобой работаем, и пока мы с тобой работаем, мы не можем с тобой дружить. Потому что иначе это разрушает образ психолога, и особенно если клиент начинает интересоваться вашей личной жизнью, начинает интересоваться вашими проблемами. Ну то есть, мы про это не сильно много рассказываем. Но какую-то часть личной жизни вы все равно приоткрываете. Куда-то вы съездили, я не знаю, там, если у вас детское направление с детьми, то вы, значит, рассказываете про детей, про ваших. Если у вас семейная психология, вы можете рассказать что-то про семью, про вашу. Ну то есть, вы все равно какие-то кусочки открываете, особенно те, которые связаны с вашей работой. Ну то есть, смотрите, вот я рассказываю про то, чтобы путешествовать. Добрый вечер, Юля. Про то, чтобы путешествовать к психологу и жить в разных странах. И я рассказываю про Барселону, я рассказываю про то, как здесь устроиться, как найти квартиру, как, там, не знаю, вот где я тут путешествую, езжу, в каких маленьких городках, там, хайкинг, вот мы ездили, там, в горы поднимались. Ну то есть, я еще раз приоткрываю какую-то часть личной жизни, а писать про все я не вижу смысла. Поэтому спасибо огромное всем за вопросы. Я надеюсь, что более-менее схема ясна. Я за полчаса, к сожалению, не могу рассказать вот все, абсолютно все, что хочется рассказать. И поэтому я рассказываю только то, что, ну вот, какие-то общие моменты. Но если вы настроились уже работать с клиентами, то точно записывайтесь в клуб. Еще раз, вот сейчас цена, ну, вообще 50 тысяч рублей. Можно купить в рассрочку. Оформить в рассрочку очень легко. Написали нам в директ, и мы вам поможем оформить рассрочку. У нас три ассистента для этого работают. Все помогут в любой день, там, связаться с банком и через банк оформить рассрочку. И проценты все платим мы. Вы не платите проценты. Вы платите только вот помесячно, там, какую-то фиксированную сумму. Если у вас нет этой суммы сразу. Если у вас есть эта сумма сразу, купили, вам сразу доступ открыли ко всему, ко всему богатству. Это 8 записанных модулей. Это каждый день маленькие задания. Один день, один шаг. Один день, один шаг. Но вам открывается все сразу. Но я рекомендую начать слушать, смотреть и каждый день выполнять последовательно по всем-всем модулям. Плюс мы вас сразу добавляем в чат, и в чате уже можете задавать вообще все вопросы. Вот. Ну, и еще я говорю, мы вам готовим сюрприз, большой сюрприз, который, я надеюсь, мы внедрим с июля. Для того, чтобы доводить каждого участника до результата. Все, кто записался, и все, кто купил годовую программу. Для тех будет прям отдельный какой-то, ну, вот процесс, который мы готовим. На сегодня все. Завтра тоже будет прямой эфир. Пишите, какие темы вам интересны, на какую тему хочется послушать прямой эфир по продвижению именно психологов. Что интересно, может быть, что-то про продажи, как продавать психологические услуги, либо как привлекать клиентов, либо как вести клиентов. Ну, то есть, у нас все это в клубе есть, все это реализовано. Я готова делиться со всеми, всем. И когда вы приходите ко мне в личку, записывайтесь, вот 15-ти минутки в клубе у нас есть, мы за эти 15 минут с вами решаем просто вот прям такой огонь, ну, то есть, как пушка выстреливает. Ну, то есть, мы решаем с вами основной какой-то ваш затык, и вы дальше идете. И я конкретно действия прям говорю, и люди прям сидят и записывают. Так, Ира, что делать? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И все. А так все расписано уже. И большую базу готовим ответов вопросов. Уже там 25 ответов вопросов записано. Ну, то есть, все понятные вопросы, логические. И потому что их задают по 100 раз одно и то же. Поэтому мы базу ответов подготовили, вопросов на видео. И она тоже открывается вместе со всеми модулями. Вот. Ну, сегодня все. Всем ромашек. Счастливо. До встречи в клубе. До встречи в клубе.